МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В финале заберет один. Молодые, амбициозные повара из самых разных городов страны собрались в Москве, чтобы под руководством известного российского ресторатора Арама Мнацаканова воплотить в реальность свои мечты. Они отлично готовят, но смогут ли стать настоящей командой? Они обожают кухню, но сумеют ли ей управлять? Они готовы на все ради победы, но достаточно ли этого, чтобы с нуля сделать ресторан прибыльным всего за 8 недель? На этой неделе реальной кухней руководит самый молодой участник проекта Александр. Первый день работы дался новому боссу нелегко. Стравтивая Олеся принимала в штыки практически все его решения и даже пригрозила покинуть проект. Однако, благодаря вмешательству Арама, мир был восстановлен, и Олеся осталась на проекте. Впрочем, без потерь не обошлось. Не вынеся эмоционального напряжения и не справившись с работой в кулинарном цехе реальной кухни, проект покинула Алина. За неудачные десерты пострадала и ее напарница Татьяна, которую выбрали худшим работником дня. А лучшими стали двое – Александр и Кирилл. Как будут развиваться события, смотрите прямо сейчас. Доброе утро. Поехали. Пускаемся на завтрак. С утра в предвкушении событий нового дня участники отправились в ресторан. Вот они идут, счастливчики. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня у нас произойдет поединок по рыбе. У нас будут соревноваться в нем Олеся и Валера. Соответственно, кто будет помогать Олесе? Я буду одна. Ты будешь одна, да? Посоветуюсь с Кириллом. Олеся сложный человек, это все прекрасно видят, знают. Но в душе она очень добрая, хотя в это сложно поверить. Нам нужна группа поддержки, которая останется здесь и будет смотреть мастер-класс. Вот наши три добровольца уже появились. Все остальные поедут со мной посмотреть, как работают московские коллеги. Самый молодой участник из всей нашей команды, он себя проявляет, он молодец. У него нет короны, каковы есть у нас там, у многих практически у всех, только разного размера. У него есть какие-то задатки, но пока еще в принятии решений каких-то, да, там, ну, то, что касается организационных вопросов, он слабоват. Мастер-класс будет проходить в саду Эрмитаж. А Рав Михайлович ждет нас уже там. Ребята доверили мне, как говорится, все карты в руки и пустили в штурвалов. Это как теплоход, ты же никогда не знаешь, с чем тебе придется столкнуться. Внимание, сегодня у нас состоится поединок, тема его будет рыба. В поединке у нас будут участвовать сегодня Валерий и Олеся, прекрасная. Я здесь никому ничего доказывать не буду, им бесполезно доказывать. Мне говорят, а что ты молчишь? Потому что бесполезно доказывать, это будет крик оры, я не хочу опять чмырить людей, орать, понимаешь, выглядеть дебилкой полной. Сегодня мы будем готовить речную форель, соответственно, два ваших варианта я попробую после приезда. Вы можете приступать к приготовлению. Валерий, я предлагаю тебе начать готовить первому. Хорошо. Удачи, спасибо. Здесь, я считаю, у всех есть шанс на то, чтобы человек себя проявил. А я поехал. Давай, все, хорошо вам съездить. Мне выпала честь первому сегодня рыбу приготовить, я начну. Каждый день вызываюсь на батл, я с удовольствием. Хотя я в коллективе большом не работал шеф-поваром, я работал в маленьком, там один-два человека максимум. У нас сегодня форель радужная, мы ее чистим. Форель радужная, очень нежная рыба, ее в основном запекают, можно и жарить, конечно. Какой вариант сегодня выбрал ты? Я хочу ее запекать. К форели можно и рис отварить, и сделать картофельный гарнир любой. Но я сегодня выбрал кускус, я думаю, что сочетание будет хорошее. Доброе утро всем! Доброе утро, шеф. И сегодня реальная кухня находится в центре Москвы. И я хотел бы вам показать новый интересный концепт и представить его автора. Это мой товарищ Иван Шишкин. Я в данный момент хотел познакомить вас с, наверное, уникальной для Москвы концепцией ресторана. Это вагон, ресторан. Наша задача сделать все довольно быстро. Здесь полноценная кухня. Здесь есть и гриль, здесь есть и фритюр. Здесь можно варить рис и печь вафли, все что угодно. Мы не зря попали сюда к ванне, потому что у нас очень похожие цели. Это тот пример, когда не надо обладать миллиардами или миллионами, а просто нужно любить свое дело. Я работала в таком вагончике у нас был, да, потому что будет очень интересно мне посмотреть, как это происходит в Москве. Работа очень сложная на самом деле. И повара, которые всю жизнь проработали в ресторанах, они не поймут этого в специфике. И как ребята там впахивают. Вода есть, раковина есть, руки можно мыть, вентиляция есть, холодильник и морозильник есть, электричество есть. Что еще нужно? Ничего. Только руки и глава. Пошли посмотрим. Да, пойдем. Варкон. Мне больше интересно не то, что готовится там внутри, а то, насколько это продуктивно и сколько денег это действительно может принести. Я делаю небольшие надрезы. Для чего ты сделал надрезы? Я сделал надрезы, чтобы туда попали травки. Я возьму часть фенхеля. Отлично. Возьмем пару зубчиков чесночка. Валера пытался сделать что-то интересное. Он использовал фенхель, красный перец, который он пассеровал, чтобы начинить им рыбу. Пока наша рыбка стоит в духовочке, у нас есть время приготовить гарнир к ней. Мы берем где-то в районе 2 стакана бульона, грамм 100 крупы. Я его готовил так, как я его люблю, так как вижу его. Лимон, фенхель, перец, чесночок там. Кускус у нас шикарно разбух. Добавляем сливочное масло. Перемешиваем. Выкладываем аккуратненько. Достаем нашу рыбку. Двух человек мы оставим на практике, у нас они работают. А мы все будем заказывать, как обычно у гостей. Ура! Мне не очень нравятся такие заведения, потому что это не мое. Это не лежит к такому душа. Я взяла многовато, но ничего страшного. Мы разделим, просто сделаем две порции сразу. Да, прям вот выкладываем в один слой. Так, сердце нужно чуть-чуть присолить, потому что оно сырое. Я готовила сердце на подушке из капусты. Я сначала взяла горсть капусты, обжарила ее на плоском гриле, добавила туда кенийской фасоли, семечки чуть-чуть обжарила и в конце обжарила, нарезанной тонкими пластами, сердце. Сердце тем временем у нас уже, конечно, мощно перешло. Ну, кто-то будет есть резиновое. Ну, а я буду готовить речной форель сегодня первый раз, ребята. Будет импровизация, так что не судите строго. Ты расскажи, что у тебя будет за форель, как ты ее будешь? Я ее буду запекать, потом обдам жаром для золотистой корочки. В панировку будут входить корнеплоды, морковка, лук, спаржа. Панировка имеется в виду, ты ее на сковороде обваляешь в этом? Нет. Я задавал Олесе много вопросов только потому, что первый раз видел, как Олеся вообще в принципе готовит. У меня не было опыта совместной с ней работы или пробований каких-то ее блюд. Рис я буду варить тоже определенным способом. Я его буду сливать, как макароны. Я, если честно, вообще рыбу готовлю очень редко. Я ее вообще практически не готовлю никогда. Если готовлю, да, не люблю. Олеся, секрет успеха при приготовлении рыбы. Понятия не имею. Я не очень люблю ее готовить. Ну, мы это уже поняли. Олеся просто пошла классическим стандартным путем. Она сделала зажарку, которая была, наверное, самой популярной в Советском Союзе. Лук, морковка, что-то еще. Опа, перевернули, все. Капусту снимаем, выкладываем на два тарелки. Так, дай я доделаю твою бнюду. Так, без драки, пожалуйста. Я хочу, у вас такого не бывает. Это быстро проходит. Да, дальше сверху съедутся, прям бегом, да. Чуть-чуть пережарили, но... Очень вкусное блюдо. Мне понравилось. Оно также готовится довольно-таки просто. В принципе, оно даже диетическим считается. Дома приготовить такое блюдо, я думаю, мне бы не составило труда. Вы все делаете одну и ту же ошибку. Вы возите всем по тарелке. Вы понимаете, что вы не можете протереть края бумажной тарелки. А, поэтому я вам надо сразу же делать это максимально эстетически. А вы знаете, да, что выражаете? Готово, но вот я вот ставлю троечку, конечно. Тебе все. Спасибо. Сразу? Да, прошу вас. Приятного аппетита. Мы делали с Артемом это вместе. Мне кажется, не все наши ребята смогли бы работать в таких условиях. Кто-то психанул бы и развернулся, ушел, да, в течение дня. А кто-то бы вообще даже, наверное, не стал. Разожги, Валюся. Можно лимончика вот. Рыбку взбрызну. Что это вы думаете, Сандра? Мне очень важно, что ты думаешь. Не важно. Что это ты такое достала? Приправу достаю для цвета риса. На вкус что ты там чувствуешь? Я ее для цвета добавляю, для цвета. Промой мне, пожалуйста. Почему ты хочешь, чтобы Саша промыл рис? Он же пропаренный. Потому что я считаю, это посерьезнее обработка нужна. Я его несколько раз промываю, и поэтому я его и сливаю, как макароны. Ребята меня пытались гасить вопросами, потому что я уже несколько раз говорил, что когда я готовлю, мне сложно объяснять, что я делаю. Главное, результат. Так, а зачем ты масло добавил? Не скажу, секрет. Потому что я их промываю, как макароны. Это ингредиент, чтобы рис не склеился? Ну, типа того, да. Олеся, а ты считаешь, что вот так спаржа без бланчеровки будет? Нормальная. Нормальная? Такую хорошую спаржу просто обжаривают на сковородке с чесноком. Оно это называется сыроедение, не многие понимают, поэтому. Что они сделали? Вот эти вот что-то замудренные какие-то там. Кто их вообще просил гарниры делать? Что вот это лепит от себячину такой? Вот это от себячина, она и губит людей. Олеся у нас сливает рис. Ты его попробовала? Да. Он нагденит? Он шикарный. Выкладываем рис на тарелку тонким слоем. Так, ты попробовала гарнир? Да, все готово. Давай, презентуй нам свое блюдо. Мое блюдо называется речная форель с рисом и спаржей. Отлично. Попробуем. АПЛОДИСМЕНТЫ От нее ждать удара в спину, наверное, нельзя. Хотя бы, кто знает. Ну что, мои друзья, я считаю, что сегодня мы получили колоссальный опыт. Вика, ребята справились? Да, справились. Даже сделали за собой уборку. Видите, все чисто. Спасибо большое, Вика, вам. Я хотел бы от вашего имени поблагодарить Ивана за эту возможность нам самим все сделать и сказать ему, приходи к нам в гости. Ждем нас в ресторане. Все, спасибо вам. Спасибо. Концепцию Ивана я бы немножко сделал бы попроще. Здесь достаточно каких-нибудь бургеров, бурритто, какие-нибудь мексиканские тортильи сделать. Это занимает меньше времени на заготовки. Как успехи? Привет. Сейчас оцените, босс. Давайте приступим. Сначала я попробую это блюдо. Ну, я вижу форель радужную, проще говоря, с кускусом. Консистенция у него, конечно, немного подкачала. Да, но то, что там есть овощи, это хорошо, они как-то оттеняют вот эту вот кашу. Довольно-таки неплохо, рыба не потеряла свои соки. Перейдем к следующему блюду. На гарнир у нас здесь, я так понимаю, рис, зажарка из лука и моркови. Гарнир сварен неплохо. Ну, так же, как и первая, рыба немного недосолена, но это не особо страшно. Сейчас я хочу, чтобы все попробовали обе позиции. У Валеры рыба была сочнее. Что касательно гарниров, Олеса выбрала такой проверенный просто набор ингредиентов. Вкусно. Вот, у Валеры тоже вкусно. Фенхель с рыбой супер. И тот, и тот варианты были вкусные. Я выбрал Валеру, потому что мне понравилось вот это сочетание фенхеля, которое, в принципе, я не очень люблю. Но вот в данном конкретном варианте мне это очень понравилось и близко моему вкусу. Мне нравится гарнир у Олесы. Безупречный риск, просто вот как рыба все-таки сочнее и интереснее вкус у Валеры. Сандра, теперь, значит, я больше форель не люблю. Я ее теперь ненавижу. Поэтому просто голосую за Олесю. Она мне симпатична в последнее время. Да я эту и ту рыбу попробовал, и Валера, и Олесе. Я сказал, что ни то, ни другое мне не нравится. Надо дорабатывать, и все. Остальные участники тоже сошлись во мнении, что рыба у Валеры была удачнее. Но гарнир выбрали Олесин. Кто за Валеру? За Валеру. Поднимите руки, кто за Валеру. Три. Кто за Олеси? Я за Минс. Нет, потому что он быстрее. Когда я все приготовила, мне понравились их оценки, они оценили, всем все понравилось, было вкусно. Я принимаю в таком случае решение, раз вы не можете тут сами определиться, рыба будет Валерина, так как она немного сочнее получилась, а гарнир будет Олесин, потому что спаржа мне очень нравится. После кулинарного поединка участники предполагали, на какие позиции Александр назначит их в этот вечер. Я не понял, как сегодня распределяться? Сейчас придет Саша и скажет, как он это поделится. Он уже решил, кто-то, да? Да, он там для себя похожий. Я хочу научиться кондитером. Но попробовать там, потому что там все-таки проще осваиваться, заодно помогать ребятам. У тебя остается шеф-повар и посаду. Все меня пытаются поставить шефом. Кто-то мне в официанты, кто-то мне говорит, что на корячку. Не по барабану, куда меня поставят, честно. У нас прошел поединок. Ребята все себя сегодня показали. Мы съездили на мастер. Класс. Ой, ребят, такое настроение отличное. Давайте послушаем музыку. Да, давайте включим радиоэнергию. Да, давайте. Давайте. А теперь, я думаю, надо прийти к распределению на сегодняшний вечер. Татьяна, вам дается сегодня второй шанс исправить все десерты и показать себя во всей красе. Татьяна вообще никуда нельзя приписывать. Она все согласна. И там, кто поманит, туда она и пойдет. Кто ей скажет, о, ты хорошая она. Ну, не знаю, я таких людей вообще не понимаю. Валера, ты вчера просто показал себя с хорошей стороны, с великолепной, я бы даже сказал. Соответственно, закрепим пройденный этап. Сегодня Валерии надо не плюс 10, а плюс 50. Валерия? Да. Да, он вообще красавец. Он один, на нем на нем все держится. И Кирилл, мы вас тоже нуждаемся на кухне. По залу. Олеся, ты у нас сегодня в роли мэтра. У тебя в подчинении сегодня замечательный, мне кажется, состав. Это Сандра, Аня и Саша. И в бар у нас Артем. Троги, что мы сейчас. Саша. Ну, голову включи, давай ты ее пересоставь, составь. Аня официантом первый раз будет бегать. Саша иногда не справляется, ей тяжело это дается. Сандра, я вообще молчу. Хорошо, Олеся, кого бы ты хотела видеть в зале? Давайте мне вот Валеру, Аню и... Ну, бери, бери, Сандра, вчера неплохо все-таки сработало. Потому что мне одного раза с тобой было достаточно, Сандра, в зале поработал. Сервис ужасный. Почему вы про нас забыли? Давайте Сандро ответит на этот вопрос. Да, да, вот отлично. Пусть Сандро ответит на этот вопрос. Он же нас посадил за столь, как бы он ответственный был. Саш, ну, остается мойка сегодня опять на тебе. А, да, это второй шеф. Да. На кухне у нас, значит, сегодня будет Максим в качестве шеф-повара. Переживал по этому поводу буквально несколько минут. Потом понял, что вообще без разницы, кем бы Макс шеф, ну окей. Не вопрос. Сейчас я тебе дам почитать все. Ну, ты все-таки ко мне заглянешь потом в кабинет, да, после шеф-повара. Соответственно, мы быстренько по этому пробежимся. Ну, дабы, чтобы трижды это все не обсуждать. Ты правишься? Как себя чувствуешь? Отлично. Готовы всем навалять? Да-да, а что нет-то? Я не буду судить о ее там каких-то посторонних проблемах. На работе нужно иметь рабочую голову, а не какое-то влюбленное там или расстроенное психологическое там настроение. Сандро сегодня, думаю, попадет под раздачу пару раз. Это Нюхе надо, допустим, дать шанс, да, за десерты как бы реабилитироваться. Слушай, ну, ты, Саша, сам представляешь, да, что ты говоришь? Она накосячила одно, а ты ей сейчас дашь реабилитироваться на блинах. У меня этот самый, кто блины не умеет жарить? У нас блины на десерт сегодня, ты чего? Это то, что вы здесь делаете, это беспредел вообще. Таня, это ужас. Делается так, там же делается рыба. Вчера Таня показала себя с не очень профессиональной стороны, потому что она много чего не успевала, и было много всяких там косяков и оплошностей. Почему у вас сегодня с утра интересного было? Мы, на самом деле, собрались на кухне, сделали очень много заготовок. Как бы мы овощи начислить, черночка такой, знаешь, там, чтобы все было подготовлено у нас. Сейчас, конечно, надо овощи, потому что нам нужно рагу будет делать. Да, да. Так, все, ребят? Рагу можно заранее как бы там нарезать, я думаю, оно такое универсальное. Ну, мы и сделали, в общем-то, это соревнование. Ну, ладно, ты умеешь делать две приятные вещи. Ты жена управленца. И соревнования, вот. И сына, говоришь? И сына могу сделать тоже. Я его поддерживаю как самого молодого, как человека, который в первый день пытался со мной как-то выйти на контакт. Я посмотрю, как он проявит себя дальше. Хорошо, что ты сегодня в таком хорошем настроении. Мне прям, знаешь, это вот, ну, чем больше у людей хорошее настроение, тем мне самому как-то... Да сейчас мы откроем все еще, что-то не пальцы. За 45 минут мы ничего не сделаем. Мы занимаемся работой. А кто это не делает, будет жестоко наказан. Несмотря на то, что Александр назначил шеф-поваром Максима по меню на этот вечер, он решил посоветоваться с Кириллом, которого сам же определил в СУ-шефы. Смотри, значит, от того, как мы сейчас сделаем грамотное меню, мы можем цену поднять. Давай. Перец с брынзой, радужная коры. С рисом и овощной подушкой. Давай, знаешь, как сделаем тогда? Если останется время на блины, да, мы сделаем блины. Время не останется. Как себя чувствуешь? По отличиям. Готов? Ага, сейчас бегом сейчас. Все, тогда давай я тебя не буду задерживать. Все, давай. Зови ко мне Максима. Я чувствую себя лидером. Хочется быть лидером у единомышленников и у тех ребят, с которыми ты смотришь в одном направлении. Весело на самом деле. Я уже работал шеф-поваром просто. Прекрасно понимаю, как сейчас ребятам тяжело. Работав в зале, прекрасно понимаю, что чувствуют ребята. Ну, как чувствует себя управляющий, я чувствую себя впервые. Надеюсь, сегодня у меня будет меньше напряжения и нервотрепки, и не будет желания кого-то придушить в течение рабочего дня. Олеся, а как у вас имя и отчество? Олеся Ахмедовна. А у вас имя и отчество называют? Нет, можно меня просто по имени и на ты. Можно по имени на вы. Да, можно, конечно. Взывали? Да. Максим, смотри, сейчас вообще быстро шамин там. Штай меню. Да. Ты пока переписываешь, может быть, ты как-то можешь, да, это дело обозвать. Красиво. Да. Они там справляются или все, в панике людей? Все нормально, как бы, нам время надо. Но все равно, как бы, вы постарайтесь. Все в ускоренном ритме работают. А кухня тебе все понятно? Да, понятно. Удачи. Я считаю себя лучшим шеф-поваром у всех ребят, потому что у меня опыта, ну, гораздо больше, чем у всех остальных. Ну, это моя позиция, как бы, мое мнение, но я считаю, что это так. Кухня! Внимание, пожалуйста! Сегодня у нас на закуске перец брынзы, сельдь под шубой, суп консоме с двумя видами рыбы, на десерты тарт яблочный и апельсиновый термису. Я доверяю Максиму в плане профессионализма сегодня, и завтра у меня будет стоять на должности шеф-повара, потому что он хорошо организует работу. Таня, блины сегодня будут с тремя наполнительными. Сгущёнка, варенье и нутелла. Делать из расчёта 15 порций, то есть 30 блинов надо напечь. По какому рецепту делать? По какому хочешь. Главное, чтобы вкусные блины были. Солнышко мое, всё по залу тебе устраивает? Всё, достатки? Да, ребята работают. Уже один резерв у нас, кстати, есть. Замечательно. На 7 человек? Да. На имя Евгения зарезервировать стол на 7 человек. Всё будем ожидать. Значит, смотри, по бару, в принципе, да, у нас уже всё готово, соответственно, у нас сегодня в меню появятся молочные коктейли. Пишем молочные коктейли, это всё на доске, и где-то возле бара надо будет её поставить. На средний мало, сейчас пока Артём поговорит. Я спросил у Артёма, он успеет. Олеська, если всё, тогда... Ну, живёте. Короче, через час придёт стол на 7 человек. Нормально. Предварительно ничего не заказывали, да? Я просто думаю, сейчас мы будем держать стол. Ну ладно, оставим один стол зарезервируемым потом, если что, второй потом поставим. А если не будет? Будет. Надо посадку расставить, пожалуйста, по залу. Я расставлю, когда натру ножки у столов. Ребят, вам помочь на салфетках? Нет, сначала зал в порядок, приведи салфеток нам достаточно. Да я просто третьим хочу сесть. Ни в роли менеджера, ни в роли управляющего, ни в роли повара, ни в какой я роли себя не чувствую конкретно хорошо или плохо. Я бы не хотела работать ни на той, ни на другой, ни какой-либо ещё там. Я хочу свой ресторан. Валера, приговори мне, пожалуйста, три подхода к гостям, чтобы я запомнила. Всё как и у метро-дотеля, только меню знаешь и предлагаешь с душой, чтобы люди чувствовали. То есть собираешь в блюде фишку? Нет, ничего не навязываешь. Я объяснил Ане, как общаться с гостями и удерживать время между подачей и меню. Не мешать людям ни в коем случае общаться и стараться быть незамеченным. Олесь, ты нам подготовишь наручники или ручники? Да, 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 они здесь где-то сложены должны быть. Наручники подготовить, и плёдки. Наши садомазы вечер. Так, здесь солёная вода? Да. Так, Жень говорит, только яйца осталось четыре, да? Да, сейчас, да. Жень, не парься, просто всё в кастрюлю. Сейчас она сделает, она уже сделает. Сколько вы уже такого нарезали? Только начали? Только начали. Тогда через мясорубку, ребята, это долго будет. У нас же вкусно и просто, значит, облегчаем себе работу. Мы сошлись на мнении все, что пока будем готовить самые такие простые и оптимальные блюда. Остальную потихонечку дорабатывать, прорабатывать, давать тестировать, пробовать людям. И если людям нравится, ставить эти блюда в меню. Таня, ты успеваешь? Второй яблочный тёрт уже, сейчас мы подходим. Умничка, я на тебя рассчитываю. Спасибо, шеф. Молочный коктейль написать спецприложение на доске. Если у нас не будет в меню, тогда напишем. Нет, его не будет в меню, он босс сказал. Ну, я пока просто напишу спецприложение на доске. Что босс сказал? Что его на доске нужно написать. На доске? Он просто спрашивает. Тогда на доске пиши, пиши. Я сегодня был шеф-поваром. Чувствовал себя полностью в своей тарелке. Это было очень круто. Но ребята, которые были на площадке, делали очень много ошибок. Кирилл, как ты думаешь, сколько бы рыбу этот чистил Сандра у нас? А он же её чистил. Нет, я имею в виду... Но он 2 часа-то где-то делал. Да? Вот до того момента, как идти в шоу, 2 часа просто. Короче, у тебя 17 порций. Да. 17 рыбочек. Спасибо. Я буду мороженого 100 грамм хватить, потому что бананов нет. Ну, чтобы у нас тысячи не было интереснее. Черная смородина есть, по-моему, у нас. Или смородина вообще. Я вот тоже думал... Спельсин есть. Украсть. Да делай все на уровне. Что там цирок удалил? Состав-то один просто... Да, 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 да. Сегодня было намного легче. Я заранее сделал все заготовки, натаскал посуды. Какая-то хрень, да, получилась? Ну, как тебе сказать? Какая-то детская... Неожиданность. Ну, просто надпись теряется. Это птички. Это чайки заблудились в молоченном кафе. Детей хочешь? Такой странный вопрос. Что странный? Во время работы. Детей хочешь? Не, вообще. Сколько хочешь? Двоих мальчиков и девочек. Она очень чистый человек, хороший, как бы. Поэтому, ну, хочется не зацикливаться только на работе, хочется отвлекаться на жизненные темы какие-то, потому что, ну, если человек интересен, хочется о нем больше знать. Кирилл, я не знаю, короче, как-то вот так вот, по Савдеповской, короче. Да вот нахрен вот эту вот убери. Не надо. Ну, так она, получается, когда бросает? Морковку. Ужасно ведут. И маслом бросают оливку, и все. И он, верточка и петрушки. У вас кисель готов, господа? Да! Кисель готов! Хорошо. Ребята, кухня, кухня! Пожалуйста, все сюда, к бару выйдите. У всех все готово, да, я так понимаю? Ну, хотя бы частично. Ребята, я вам желаю успехов, удачи сегодня, да, покажите себя молодцом. И давайте, наверное, нашу фирменную. Сандро, Валера, иди к нам. И мы открываемся! Все готово к открытию ресторана. Команда под руководством Александра ждет первых гостей. Ресторан открыт. Добрый день. Вдвоем будете? Не будете ожидать гостей еще? Нет. Я прошу, можно вы спрошу к столику? Это куриная грудка, блины. Я эти супы не хочу. А есть у вас отображение, как оно выглядит? К сожалению, нет фотографий. А как это все, не видя? Рим-суп из печеных перцев. То есть это перемолотые. Это однородная масса? Однородная масса, да, пюре. Ребят, шестой стол, новый заказ. Два консоме, две курицы подготовить, кондитерский цех, две порции блинов. Мы договаривались, да, что максимально ребята мне помогают. Я первый день в роли официанта. Было сложно настроиться. Еще в счет того, что утром был выезд, да, мы там потратили много энергии. И еще практически не осталось ничего. Когда посыпаешь желтом, чтобы он не выходил... На троне, да? Да, да, да. Ну, тихонечко делай потом. Ну, сегодня мы по максимуму, да, готовы, кроме сгущенных. Я хотел бы узнать, у меня первым курсом консоме. Уже делается. Я устал ждать, уже час стою. Уже час стою. Таня, и у тебя яблочный тарт один. Сейчас отдаем одно консоме. Вода артез прекрасно подходит для приготовления любых блюд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы знаете, как вас зовут Олесенька, милая. Вы понимаете, я каждый год, каждый юбилей, пеку своим друзьям торты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы знаете, он просто не смотрит без него, понимаете, это же сказка. Такого в воде сне. Одну минуточку я посоветуюсь. Ну, и что, нет, извините. Одну минуточку я сейчас подойду к управляющему и решу вопрос. Не обижайте меня. Я вас не обижаю, да. У нас со своим нельзя, я вам сразу же расскажу. Нет, нет, нет. Одну минуточку. Она со своим коробом пришла. Да, мы можем полезть. Отписывай на кухне, пусть подалеку пришла. Замечательный метродотель. Олеся, которая разрешила нам даже расположить на столе свой торт. Медовик, который я испекла к дню рождения моего друга. Вкусно? Да. У тебя нет такого чувства, как будто какая-то селедка воняет? Тебе завернули селедку на длине. Обязательно для тебя. Что-то мне просто плохо. Чувствую. Сандро, а ты что тут кручишься? Путись вот возле столика. Я прошу прощения. Вы себя плохо чувствуете? Да. Вам не воняет здесь рыбой? Я не воню? Нет. Попейте водички, посидите, может полегче. Да. Может быть, у вас аллергия на что-то? Соус? Может быть, здесь быть скорой у вас? Нет. Скорой это точно не надо. Скорой, да. Если мне станет плохо, придется вечером. О-о-о! Вы уверены, что с вашей спутницей все в порядке? Я не уверен. Можете минуту подождать? Еще скоро я тоже не уверена. Она откусила пару раз от курицы, и ей сразу стало плохо. Ребят, ну, прежде чем стать плохо, еда хотя бы должна в желудке минут сорок перевариться. Здравствуйте. Я управляющий рестораном. Меня зовут Александр. Я хотел бы узнать, в чем ваш... У меня девушка отравилась, и она говорит, чтобы гонять его в прогулку. Мы масло делаем сами. Ну, вы, значит, из не свежих продуктов его делаете? Из свежих продуктов, да. К нам каждый день приходит свежий продукт. Почему-то мы в других ели, и я не знаю... Вы отдельно готовите? Отдельно курицу, отдельно разделочные доски, да? Можно это разбернуть? Это бывает. Пожалуйста. Вы можете посмотреть отсюда? Покажите мне, пожалуйста, как вы готовите рыбу, курицу... Покажи наши доски, отлеслицы и ножи. Я вам не обязан ничего показывать. Моей жене, справа бога, я сейчас поеду. Вы делаете там за свой счет экспертизы. Все, на этом должно было все закончиться. Зачем? Если я веду этот спор, если я с ними раздражаюсь, зачем? Все, все мы с вами. Потому что ты, пожалуйста, все договоришься. Хорошо, я сейчас возьму вам общий свидетелей. Я прошу прощения. Молодой человек, а что вы, собственно, делаете? А что? Что такое? Верните, пожалуйста, на свое место. А почему вы подходите к гостям? А я не могу общаться с гостями? Ну, к сожалению, ничего. А зачем вы к ним подходите? А вам какая разница? Молодой человек начал ходить по столам, какие-то телефоны, подписи собирать. Я к нему подошла в такие моменты, даже если честно, мало кто стал бы разбираться. Верните, пожалуйста, за место. Серьезно? Вы, все хорошо, мы уходим? Да, до свидания. Мы едем в больницу. До свидания. Готов, кин dobre листу, я к вам приеду еще раз. Я прошу прощения, за счет рассчитаетесь, пожалуйста. Рассчитаюсь, счет мне предельите. Сейчас принесут, не надо, сколько мы начинали. Сейчас вам все принесут. Примерно, сколько мы начинали. Не надо распускать. Примерно. Не надо, примерно, сейчас вам все принесут. Я уверена, что еда свежая, потому что я знаю, что у нас продукты все свежие. Либо просто у нее на что-то аллергия, она должна была предупредить. Либо, не знаю, просто не хотели платить за счет. 10 тысяч рублей вам хватит? Держи, пожалуйста. Девушка, отпускаем. Она очень долго готовила счет, мне не могла вынести. Я готов был сверху дать ей начальство, практически 90% стоимости заказа. И она меня не выпускала. Этому человеку, видимо, нельзя работать с людьми, это не ее место. Почему вы так себя ведете? Как, простите? Спасибо. Можно ваш контакт взять? Друга разговаривать. Вы не знаете ситуации, прошу прощения. Пишите все вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, ваш телефон. Да, обязательно. Телефон можно ваш? Я узнаю, да. Скажите. Спасибо. Я все записал, я потом проверю. Спасибо. Я здесь. Все хорошо. Вам, главное, все понравилось? Мне все понравилось. У меня к вам лично претензий нет. Я буду часто к вам. Приходите обязательно. Олесе молодец. Она в какие-то моменты даже просчитывала наперед. То есть она узнала реакцию или результат, который будет происходить. Официанты цены не знают. Но вот сейчас долго беготня была. А почему ты делал цены? Я никому не сказала. В смысле? Я сама сегодня первый раз увидела цены. Нет. Вчера цены были. Особо ничего не изменилось. Олесе, видимо, была на эмоциях. А когда она на эмоциях, она немного теряет над собой контроль. Поэтому мы с ней тоже немного поругались. Анют, пятый стол, две форели отдаем, да? Да, да, да. Здесь, наверное, внизу. Две форели отдаем. Сегодня блюдо дня ресторана «Реальная кухня» – запеченная радужная форель с фенхелем. Чтобы приготовить радужную форель, чистим ее, вынимаем все потроха и жабры и хорошо промываем под проточной водой. Затем делаем небольшие надрезы и натираем рыбу солью изнутри и снаружи. Берем перец, чеснок и фенхи. Мелко режем, перемешиваем с оливковым маслом и начиняем смесью рыбу. Сбрызгиваем форель соком лимона. Добавляем веточку тимьяна и ставим рыбку в духовку на 10-15 минут. А что за проблема с консаме? С консаме уже готовится, товарищ офицер. А оно готовится? Да, оно готовится. И сейчас, через минуту, оно будет стоять вот здесь. То есть оно не будет стоять вот здесь? Вот эту тарелку в башню проломлю. Я думаю, у вас будут большие. Еще слово. И завтра конца мятера будет. У нас появится еще одна поломойщица. Вас Анечка зовут, да? Да. Анечка какая-то необычная. Вы знаете, вот нашему юбиляру Михаилу Михайловичу круглая дата. А вы очень напоминаете его внучку. Вот он хочет, чтобы мы с нами посидели, сфотографировали. Прошу прощения, но девочка работает, пожалуйста, не отпустите. Хорошо. Я бы согласилась, я бы быстро с ним сфоткалась. Ну, как бы мы должны гостей как-то облажать. Ну, слово начальника для меня закон. Девушки говорят, что они не ели суп. Максим говорит, что он выдавал. А, где там, который я обслуживаю, то они же, ну, Аня, что нет. Они не помнят. Дадь к ней, давай я постою. Они не ели суп. Макс, я хожу по залу. Напиши на бумажку, мне не ели суп. Это чеки. Суп не проблема. Она сказала, что столы перекупывала. Ну, это ее косяк. Отметь на Ане два супа. Уже отметь, ну, уже там отметь. Там отметь. Шеф-повара у нас почему не сверяют, я не пойму. Счета. Откуда они знают, что у них официанты все продают на самом деле. Я специально сегодня ходил, взял пирог себе съел, взял кисель с бара выпил. Я хожу, что хочу, то и делаю. Хоть кто-то сверил. Там куча проблем. Они ходят друг к другу, что закрывают и все. Не нужны мои две форели? Я отдавал сюда. Я не брал их. У меня вон стол сидит без двух форелей. Кир, делаем две форели еще. Последние все, форель в столе. Ресторан закрыт. Ребята, ну, прежде всего, хочу сказать, что вы молодцы. Были, конечно, странные моменты с гостями. Ребята, и там сейчас эти форели мои. Где они у тебя? Пятый стол, да? Ладно, все, форели, стопись. Олеся сегодня как оратор. Мы как два копа, добрый и злой. По-моему, сыграли тандем. У нас со своим нельзя, я вам просто... Нет, 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 нет. Одну минуточку. Она со своим корабом пришла. Да, мы можем полететь. Макс, ну, в своем выборе, как в шеф-поваре, я сегодня не ошибся, и ты меня не подвел. Анька, ты начала так вот прям хорошо, потом, видимо, ну, ты либо подустала. Суп из перца в консоме, мы подали ее? Да, дали. Они говорят, что они не ели суп из перца в консоме. Это банкет. Как это не ели? Что случилось? Вот у меня, шеф, у меня выщерка, суп из перца в консоме, я делал и отдавал. Она сегодня реально как такая итальянская хозяйка ресторана маленького. Своего. Прямо причем сама носит, сама отдает, раздает всем все. Ребята, вот кто с зала, десерты сегодня делала у нас Татьяна, соответственно, были ли жалобы? Ребят, Анна делала шикарнейший был этот хлам яблочный. А сейчас он у нас выходит черный. Ты попробовал? Какой он черный-то? Ребята, ну вы что спорите? Сандро, мне больше цикнули лиц? Сандро! Вместо того, чтобы Сандро подойти и спокойно сказать, что что-то кому-то не нравится, это все было преподнесено на публику, и чтобы, естественно, немножко взбудоражить меня. Просто услышите, Сандро, все, твой пирог не понравился, доработаем, все сделаем. Тань, выскажи. Доработаем, все сделаем. Умничка, все. Ребят, ну раз мы более-менее все обсудили, тогда идем переодеваться. Всем спасибо за работу. Сегодня прошел наш очередной ужин. Выручка за день составила у нас 101 800. Общая сумма у нас сегодня 750 900. Пускай у нас есть разногласия, но чем дальше в лес, тем лучше бревна. Стандартная наша процедура. Начнем мы, пожалуй, с Андро. Худшая сегодня Анна. У нее есть свое место на кухне. Но в зале, я думаю, что нет. Он тебе понравился? Я тебе отдавал на него суп из перца в консаме. Ты мне сказал отдавать форельте и купил. Вот тебе форельте. Да, дали. Может, кто-то другой забрал? А лучший Олесь. Она бой сегодня привела. Она молодец. Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал второй день на кухне. Макс, особенно тебя. Выбирай лучшим. С Андро, мне неприятно было некультурное общение с твоей стороны. Я считаю, что в этой ситуации Сандро должен был поступить более культурно. Он мог бы подойти и спокойно объяснить ситуацию. У меня был сложный рабочий день. Лучшим назову Валеру. Валера, спасибо, помогал. Худший Олесь, ты. Я считаю, что нужно смотреть, когда не справляется человек, кого-то ставить помощь. Мне не было времени действительно как-то даже подойти, да, Сатя, лезь, блин, сделай что-нибудь, помоги мне. Она могла меня разгрузить и дать кому-то другому. Валера, напомни, я к тебе сегодня подходила, не один раз просила помочь Ане со столами. Ань, мне жаль, что ты мне открылась с такой стороны. Ты сейчас не объективно выразилась, но я просто сделаю другие выводы. Худшая Аня. А лучшим я назову Сандро. Как это ни странно. Сандре, ты можешь не мешаться здесь, не стоять? Я не могу не мешаться нигде, я лучше. Саш, прости, солнце, ты великолепен. Ты потом тоже, я тебя назову взять. Спасибо. Кирилл, вам слово. Сегодня, ребята, был самый жаркий день за то время, что мы здесь. Лучшим, вот я не знаю, Женя и Саня. Выберу, поддержу Саню. Роль посадомойщика в нашей ситуации одна из ключевых. Ухудшим активом. Вся эта банда, Ирилла, Женя, Олеся, один клан Анна, бармен Артем, это другой клан. Интриги какие-то плетут. С каждым днем все тяжелее и тяжелее выбирать худшего. Лучше Александра, потому что не видел у нее много посуды. Александр я поставил сегодня на дискотеку, ну, то есть на нашу мойку. Дал шанс реабилитироваться с этой посудой. Худший, Сандро. Спасибо. Один из негреценков сегодня умрет. При выборе лучшего и худшего участники практически сошлись во мнении. Лучший у нас сегодня, ребят, Сандро и Олеся. Похлопаем. И Саша Тимофеева, которая просто великолепно сегодня защищала, мойку. И худшие это Сандро и Аня. Сандро, у тебя ноль баллов, так что ты лучше и худший одновременно. Все, ребят, спокойной ночи. Небольшой сюрприз. Банановый смузи. Делай шоу. Ой. Я найду тебя. Почему я должен покинуть с вашей стороны? Хамством отвечать на хамство? Управляющий просто обаяшка. Ты с этим работаешь сюда, с этим сюда. Фитонцидики пошли. Ну, потому что у нас все кончилось. За курицу респект. Папа, остался доволен. Это рекордная сумма.